Привет всем! Изучая прибыльные бизнес-идеи, мы также изучаем каталоги бизнес-франшиз. В этом видео мы поделимся некоторыми интересными и многообещающими концепциями, которые мы обнаружили для открытия бизнеса. Обязательно посмотрите весь эпизод целиком, чтобы вдохновиться и начать новое предприятие в вашем городе. Электрический паровой камин – это современное и стильное решение для создания уютной атмосферы в помещении без необходимости разводить огонь. Этот тип камина имеет большой потенциал для бизнеса, поскольку его можно устанавливать в различных коммерческих помещениях, таких как кафе, рестораны, отели или спа-салоны. Чтобы добавить шарма и привлекайте больше клиентов, благодаря своей безопасности электрический паровой камин может подарить уникальные впечатления и стать привлекательным элементом дизайна для современных жителей. Складная лодка Порто-Буте – это инновационное решение для любителей водного отдыха. Благодаря своей складной конструкции лодку можно легко транспортировать и хранить. Она изготовлена из прочного материала, который обеспечивает надежность и долговечность. Складная лодка Порто-Буте идеально подходит для рыбалки, речных или озерных круизов и путешествий на свежем воздухе. Ты можешь стать посредником и продавать такие лодки или сделать свой собственный аналог и продавать самостоятельно. Теперь твой отпуск не будет зависеть от погоды и внезапные дожди не испортят твой отдых в кемпинге. Полностью алюминиевая палатка премиум-класса, разработанная с использованием инновационных технологий, уменьшает образование конденсата внутри. И повышает теплоизоляцию благодаря алюминиевым композитным панелям, что позволяет разбивать лагерь на открытом воздухе в любое время года и при любой погоде. Установка темных казарм занимает всего 30 секунд, а крыша состоит из шести слоев композитных панелей, которые изолируют воздушное пространство. Верхняя панель выполняет важную функцию полной изоляции, которая предотвращает деформацию и обесцвечивание изделия. Это обеспечивает пользователю длительное использование. Внутри установлена система блокировки, которая надежно удерживает дверцу закрытой. Оказывается, совершенно безопасно наблюдать за пчелами прямо у себя дома. Для этой цели вы можете установить на стене специальную конструкцию улья. Дастин Беттс и Майк Зенгл разработали специальный дизайн, вдохновленный формой пчелиных сот. Главной особенностью этих ульев является прозрачная передняя стенка, которая позволяет наблюдать за жизнью улья. Ульи состоят из множества модулей, которые можно собрать в единую конструкцию, увеличив общую площадь. Если ульи установлены в помещении, пчелы попадают на улицу по специальному желобу. Пчелы играют очень важную роль в формировании различных экосистем, поэтому популяризация пчеловодства имеет огромное значение. А вкусный мед и другие полезные продукты станут приятным бонусом. Стаканчики для льда, известные как стаканчики для льда или стаканчики для ледяной каши, очень популярны в Японии и Южной Корее. Эти стаканчики представляют собой простую и удобную концепцию, которая позволяет клиентам получать освежающие напитки со льдом по доступным ценам. Процесс использования стаканчиков со льдом очень прост. Клиент выбирает пакетик с желаемым напитком и наливает его в стаканчик со льдом. После этого клиент может наслаждаться напитком, охлажденным со льдом. Стаканчики для льда можно найти в самых разных вариантах и размерах. Это могут быть газированные напитки, чай, кофе, фруктовые соки и многое другое. Благодаря своей доступности и удобству, стаканчики для льда стали популярным выбором для многих людей в Японии и Южной Корее. Это отличная возможность начать продавать эти удобные стаканчики в вашей стране и стать пионером новой тенденции. Сладкий буррито – это десерт в форме буррито, но со сладкими ингредиентами. Вместо тортильи используется сахарная вата, а в качестве начинки используются конфеты, хлопья для завтрака, мороженое, шоколад и любые другие сладкие ингредиенты. Такие десерты особенно нравятся детям и любителям необычных сладостей. Сауна на лоджии может заменить посещение оздоровительного центра. Это дает меньшую нагрузку на сердце, чем в классической ванне, ею могут пользоваться даже пожилые люди и дети. Находиться в ней комфортно, а тепло оказывает расслабляющее действие. Преимущество установки сауны на балконе заключается в том, что жилая площадь увеличивается за счет ранее неиспользуемых комнат. Также преимуществом является отсутствие необходимости в установке дымохода и мощной печи. К недостаткам можно отнести его небольшие размеры. В нем могут разместиться 1-3 человека. Кроме того, его установка разрешена не во всех зданиях. Футгольф – это вид спорта, сочетающий в себе элементы футбола и гольфа, где игроки должны загнать футбольный мяч в лунку за наименьшее количество ударов. В эту игру играют на полях для гольфа или на специально оборудованных площадках с увеличенными лунками диаметром 21 дюйм. Футгольф был изобретен в Нидерландах в 2008 году и стал популярным во всем мире благодаря турнирам и лигам в разных странах. Футгольф помогает полям для гольфа увеличивать доходы и признан официальным видом спорта в Швеции. Ты можешь создать свои собственные поля или заключить соглашение с существующими полями для гольфа, чтобы использовать их инфраструктуру. Продвигайте свои услуги через социальные сети, печатные материалы, организацию мероприятий, чтобы привлечь больше игроков и развить свой бизнес. Городской квест – это захватывающее приключение, в котором участники должны решать задачи и проходить определенные локации в городе. Организация городского квеста в вашем собственном городе может быть довольно простой задачей. Терминология, используемая в городских квестах, включает задания, локации, объекты и ответы на них. Вы можете разработать план и подготовиться к квесту, выбрав подходящее место, собрав информацию об объектах на месте и сделав фотографии, которые могут быть использованы при создании квестов. Городские квесты могут быть образовательными, тематическими, историческими или тимбилдинговыми. Они могут проводиться в самых разных местах, например, в парке, историческом районе или даже в закрытом помещении. Ты можешь организовать такой-такой квест для детей, используя простые материалы. Это может стать отличной развлекательной и образовательной программой для местного сообщества. Организация викторин в барах – отличный способ привлечь новых клиентов и укрепить отношения с существующими. Для успешного проведения викторины вам понадобятся простые материалы и хорошая идея, особенно для детей. Вы можете создать интерактивное мероприятие, которое будет веселым и увлекательным для всех участников. Предложи различные категории вопросов, подготовь призы для победителей и обеспечь хорошую атмосферу в баре. Если у тебя нет своего бара, ты можешь договориться с владельцами баров и взять на себя роль ведущего. Лум – это революционная технология наращивания ресниц, представленная в виде робота. Этот робот, созданный Лум, способен выполнять наращивание ресниц за 50 минут, при этом каждый набор длится около месяца. Используя два щипца и бинокулярные линзы, робот приклеивает наращенные ресницы с помощью клея к натуральным ресницам клиента. Робот чувствителен к движению и может остановиться, если заметит резкие движения. Результаты работы робота привели в восторг клиентов, которые ценят его удобство и доступность по цене. Миски с асаи – популярная и питательная закуска, особенно в Бразилии и Южной Калифорнии. Их готовят путем смешивания замороженного пюре асаи с замороженными фруктами, жидкостью и йогуртом. Затем смесь выливают в миску и посыпают сверху такими ингредиентами, как гранола, семечки, орехи и свежие фрукты. Ягоды асаи известны высоким содержанием антиоксидантов и считаются суперпродуктами. Миски с асаи можно легко приготовить в домашних условиях, и это удобный способ насладиться полезными свойствами асаи для здоровья. Развлекательная программа для детских праздников с использованием жидкого азота может быть простым и увлекательным занятием. Жидкий азот обладает удивительными свойствами, как быстрое замораживание и образование дыма. Это делает его идеальным элементом для развлекательных шоу на детских праздниках. Программа может включать демонстрации, в том числе замораживание различных продуктов, создание дыма и даже приготовление мороженого на глазах у детей. В такую программу обычно входит профессиональный аниматор, который проводит шоу и развлекает детей, а также предоставляет все необходимое оборудование и ингредиенты для работы с жидким азотом. Это может стать привлекательным и прибыльным бизнесом, так как детям нравятся удивительные и волшебные эффекты, которых можно достичь с помощью жидкого азота. Фитнес-вечеринка – это мероприятие, где спортивные тренировки представлены в формате веселой зажигательной вечеринки. Это настоящее удовольствие для людей, которые любят спорт, здоровое времяпрепровождение без алкоголя и традиционные тяжелые для желудка застолья. На фитнес-вечеринках поклонники здорового образа жизни могут насладиться разнообразными мероприятиями, такими как танцы и ритмические упражнения под музыку. Организаторы мероприятия предлагают анимационные представления и показательные занятия от опытных спортсменов. Фитнес-вечеринки проводятся как в помещении, так и на открытом воздухе, чтобы создать праздничную атмосферу и предложить участникам полезные напитки и закуски. В этой бизнес-модели, предлагающей специализированные услуги по вывозу мусора, используется мусороуборочная машина, оснащенная роликом. Эти транспортные средства сконструированы таким образом, чтобы эффективно уплотнять мусор, что приводит к сокращению затрат на утилизацию и времени. Компания обслуживает как коммерческих, так и частных клиентов, предоставляя экологически чистые услуги по утилизации отходов. Используя это оборудование, компания может предложить конкурентоспособные решения на рынке и быстро расшириться. Установка светодиодных экранов на грузовики в рекламных целях – это интересная возможность для прибыльного и творческого предпринимательства. При правильном подходе и хорошо продуманной стратегии, такой бизнес может стать успешным и привлечь большое количество клиентов. Это открывает широкие перспективы для рекламных компаний, которые могут использовать эти мобильные экраны для охвата целевой аудитории в разных местах и в разное время. Этот вид рекламы привлекает внимание прохожих и позволяет представить продукт или услугу в красочном и запоминающемся формате. Детский сад для собак – это инновационная концепция, которая предлагает уход, игры и образование для пушистых друзей. В этом уникальном учреждении собаки могут общаться с другими домашними животными под присмотром опытных профессионалов. Они будут участвовать в различных играх и тренировках, которые помогут развить их интеллект и физическую активность. Центр дневного ухода за собаками также предлагает уход за шерстью, кормление и медицинское обслуживание, чтобы обеспечить полное благополучие каждого питомца. Это идеальное место для работы и отдыха занятых владельцев собак, которые хотят обеспечить своим питомцам комфорт и заботу в их отсутствии. Эта компания произвела революцию в восприятии ремонта, сделав его простым и удобным для клиентов. Теперь клиенты могут заниматься своими повседневными делами без каких-либо приготовлений. Утром быстро прибывает бригада рабочих, накрывает все простыней и приступает к покраске. К вечеру хозяева возвращаются, обнаруживают, что их дом не изменился, за исключением свежевыкрашенных стен. Для более крупных проектов, требующих больше времени, рабочие убирают до возвращения хозяев и продолжают процесс на следующее утро. Цель бизнеса – создать клуб с симуляторами гоночных автомобилей Формулы-1, где люди могли бы участвовать в тренировках и чемпионатах. Это предприятие предлагает альтернативный экономически выгодный подход для тех, кто хочет окунуться в атмосферу знаменитых гонок и почувствовать себя профессиональным гонщиком. В этих микроавтобусах есть полностью оборудованные мастерские по ремонту велосипедов. Если кто-то столкнется со сломанным велосипедом или проколотой шиной, он может просто обратиться в эту передвижную мастерскую.